Всем добрый день! Зима-то близится, зима уже скоро, и опять наши дороги начнут поливать и посыпать. А вот чем? Вот это вопрос, которым мы в авторевью с коллегами задались давно. И, наконец, год назад мы провели собственные тесты большие. В студии сейчас мой коллега Алексей Кобец, Лёша, который выяснил много интересного. И также мы пригласили в студию Юрия Кузнецова, профессора МАДИ, Московского автомобильно-дорожного технического университета, который очень давно занимается дорогами профессионально. Здравствуйте! Здравствуйте! Он очень много знает про дороги, с ним очень интересно общаться. Вот, и давайте для начала поговорим о том, все-таки как бороться с зимней скользкостью, да, это оказывается вот такой термин профессиональный. С ней же надо бороться как-то, да, но как при этом не наносить или наносить минимальный вред экологии и как-то удерживать в рамках аварийности? Ну, для начала я должен сказать, как мы классифицируем виды скользкости. Значит, мы считаем, что есть два вида скользкости. Это летняя скользкость и зимняя скользкость. Летняя скользкость наступает тогда, когда дорожное покрытие не имеет шероховатости и увлажнена чистой водой. Это может быть при любой температуре, я имею в виду больше нуля градусов, когда скольжение колеса автомобиля по дорожному покрытию происходит либо по слою воды, если слой воды достаточно большой толщины, либо по пленочке воды, когда дорога лишена микро-шероховатости. Мы говорим, что дорожное покрытие должно обладать двумя видами шероховатости. Это макро-шероховатость, это шероховатость, которую создают выступающие каменные частицы, которые имеются в составе асфальтобетона. Должны иметься. Да, но они всегда там имеются. И микро-шероховатость, это шероховатость уже самих частиц. Так вот, два вида шероховатости, они всегда должны присутствовать на дорожной поверхности. Если не будет макро-шероховатости, то скольжение будет протекать по слою воды. И шина, даже если очень хорошая шина, качественная, она все равно не в состоянии. Правильно сорвется в скольжении, да. Да. Если же не будет микро-шероховатости, то скольжение будет протекать по тонким-тонким пленочкам. Ведь вода обладает таким свойством, что с уменьшением толщины пленочки затрудняется отжатие этой пленочки и зоны контакта. Ну, пример такой. В контакте, например, между двумя стеклышками пленочку воды вообще невозможно отжать, если даже домкратом мы ее будем пытаться отжать. Для этого у протектора шины есть рисунок, да, куда уходит вода. К сожалению, рисунок все равно не в состоянии отжать всю воду. Рисунок помогает шероховатости дорожной, дорожного покрытия. То есть рисунок и шероховатость, они друг другу помогают. Если дорога обладает очень хорошей шероховатостью, сцепление будет хорошим. Даже в том случае, если вообще никакого рисунка нет. То есть будет гладкая, совершенно изношенная, например, шина или те же слики, на которых гоняются. Вот что получается. Поэтому, конечно, возвращаясь к проблеме зимней скользкости, нужно сказать, что если мы не будем ни посыпать, ни поливать, то, конечно, аварийность будет не сравнимо выше относительно того, что мы сейчас имеем. Поэтому приходится и посыпать, и поливать. Но нужно сказать, вот какой, очень отметить важный момент, что нужно поливать такими реагентами, которые бы зимнюю скользкость не превратили в еще более опасную летнюю. Вот, вот, вот. То есть так, можно трансформация зимней скользкости? Да, да. Мы не ввели, кстати, определение зимней скользкости. Зимняя скользкость, это, мы считаем, это такая скользкость, когда в зоне контакта вода, но вода присутствует в своей твердой фазе. Либо это какая-то там изморозь, либо тонкая пленочка гололеда, либо снежный накат. Все это зимняя скользкость. Но вот эта вот скользкость на реагентах, это какая-то промежуточная скользкость. Мы ее относим к зимней, но ей свойственны все те же закономерности поведения, как и летние скользкости. Даже так, да? Да, именно. Ну, очень важный момент. Вот если у вас дорожная одежда обледенела или заснежена, и мы начнем измерять коэффициент сцепления, ну, проще говоря, коэффициент сцепления очень похож на коэффициент трения, то мы будем измерять при различных скоростях движения этот коэффициент, то мы увидим, что с ростом скорости движения коэффициент не растет, не падает. Он, наоборот, даже немножко растет. Неожиданно. Да. Почему? Потому что сокращается время контакта шины с вот этой самой обледенелой поверхностью. И она не успевает расплавиться. Она не успевает расплавиться. Ну, известно, что, скажем, на зимниках, там, в Якутии и в других северных регионах, когда мороз за 30 градусов, проблемы с скользкостью вообще не существует. Ну, да. Вот это за счет того, что лед обладает шероховатостью. Эта шероховасть вполне достаточно, чтобы обеспечить надежный контакт. Это, кстати, вот действительно очень интересно. Мы в авторевью ведь проводим очень много шинных тестов. Испытываем шины летние, зимние на полигонах по всему миру. И коллега вот мой, Олег Растегаев, эксперт, который занимается этими тестами, провел сравнение сцепных свойств одних и тех же шин при температуре около нуля и при минус десяти. Так вот, при минус десяти тормозной путь одного и того же автомобиля на тех же шинах, на том же, в общем-то, ледяном участке гораздо короче. Совершенно правильно. Самое опасное – это околонулевая температура, когда именно шине легче растопить лед, создать эту водяную пленку и перейти фактически к летней скользкости. В лоне контакта водяной клин появляется. И при летней скользкости этот водяной клин в начале контакта, в первой его часть на площади, а при зимней скользкости водяной клин, наоборот, располагается в задней части контакта. Ух ты, как интересно. То есть, представляете себе, как интересно, да? Вот едет автомобиль, пятно контакта – это тот маленький участок, на котором, собственно говоря, все держится, на котором держится автомобиль на дороге. Извините, он не такой маленький, чтобы посчитать пятно контакта, нужно сделать простое вычисление. Надо взять колесную нагрузку, ну, допустим, для легкового автомобиля, это около 400 килограмм, и разделить на внутреннее давление в шине, это две атмосферы. Вот мы получаем 200 квадратных сантиметров площади контакта. Это на весь автомобиль, да? Не на весь, на одно колесо. Будь здоров. На одно колесо. Это, кстати, действительно, да, я думал, меньше. А тут еще очень интересные мысли появляются. Вот колесо у вас может быть широкой беговой дорожкой, а может быть с узкой. Да, да, в зависимости от профиля, от конструкции брекера, от конструкции шины, да, наверное? Да, да, да. И получается так, что зона контакта может быть широкой, но короткой, а может быть узкой, но длинной. Да, и вот что лучше? И, естественно, лучше узкой, но длинной. Зимой, да? И зимой, и летом. Так слушайте, сейчас же все наоборот. Все наоборот, но это лучше, исходя из, ну, скажем, такого явления, как аквапланирование. Понимаете? Потому что широкая шина встречает значительно большее количество воды, чем узкая. Совершенно точно. Поэтому аквапланировать начнет, естественно, скорее широкая шина. И как бы мы там ни говорили, вот такие шины, которые обеспечивают безопасность. Я вспоминаю, как реклама по телевизору, там на крыше тормозит автомобиль. Вот я думаю, эта реклама, она очень многим повредила. Да. Потому что всегда надо помнить, что дорожники могут сделать такую хорошую дорогу, что никакие шины вас не спасут. Это точно. Особенно широкие шины, особенно когда мы имеем колейность и когда дороги имеют просадки, на которых образуются лужи достаточно большой глубиной. Ну и тогда аквапланирование, ну просто неизбежно. Именно в первую очередь на широких шинах. А сейчас автомобили оснащаются все более и более широкими шинами. Это тенденция. Ну вы знаете, какая штука? Ведь шинники, они тоже понимают в этом. И они широкие шины разделяют очень широкими продольтными канавками. И таким образом они широкую шину превращают в несколько узких. Мы об этом говорили уже лет 30 назад, что именно так надо и делать. Очень интересно. Юрий Кознецов, профессор Мади у нас в гостях. И мы продолжим после новостей. Говорим про скользкость, про летнюю скользкость и сейчас, что более актуально, про зимнюю скользкость. У нас в гостях Юрий Владимирович Кузнецов, профессор Мади и мой коллега Алексей Кобец, который год назад сделал очень большой и интересный тест. Леш, расскажешь, да? Да, конечно. Что мы сделали? Значит, у нас в Москве история такая. У нас с 2001 года основным средством борьбы со скользкостью зимней стал хлористый кальций. По сравнению с тем, что применялось прежде, хлористый натрий, обычная поваренная соль. Да, обыкновенная, которую заклеймили как главного врага экологии и ради того, чтобы это все дело изменить, стали использовать хлористый кальций. Уже это больше 10 лет продолжается и сейчас и практически все последние 10 лет основное средство – это жидкий реагент, это раствор хлористого кальция и хлористого натрия, где около 22-23% хлористого кальция и 5-6% хлористого натрия. Вот именно такой раствор мы создали, растворили в воде весь этот объем хлористого кальция и хлористого натрия, купили мешок того, мешок другого, соответственно, всем этим полили площадку на Дмитровском автополигоне и стали измерять сцепные свойства. Но перед тем, как тормозить по реагентам, мы измерили тормозной путь по сухому асфальту и по мокрому асфальту. По мокрому, да. Температура была там… Около 5-6 градусов тепла, это было еще достаточно тепло. Как сейчас примерно. Да. И очень интересная сложилась закономерность. Вот с 80 км в час на моем автомобиле Renault Clio эксперт авторевью Ярослав Цыпленков остановился за 31,6 метра. Ну, то есть это довольно нормальный тормозной путь. Когда мы ту же площадку полили водой обыкновенной, тормозной путь увеличился на 2,8 метра. Нормально. Нормально, вполне. Вполне. После этого, в соответствии с московскими нормами, у нас в зимнем регламенте прописано, что в среднем 40 грамм на квадратный метр надо распределять это тороство. Да. Соответственно, распределили именно в таком количестве. Тормозим. Тормозной путь увеличивается на 5 метров. А это уже существенно. А это уже существенно. И если мы по сухому асфальту имели 31,5 метр, то по политому реагентами 39,5 метров. Разница 8 метров или 25%. Колоссальная. Разница колоссальная. И именно она во многих случаях может отделить вас от аварий, не дай бог, с человеческими жертвами. Ну, то есть, чтобы это было чуть понятнее, в том месте, где по сухому асфальту автомобиль уже останавливается, по политому реагентами асфальту, машина еще едет со скоростью 20-30 километров в час. И если все происходит возле пешеходного перехода, то последствия понятны. Абсолютно. Абсолютно. И что еще страшнее, расскажи про то, как быстро высыхает просто мокрый асфальт и политый хлористым кальцием. Потому что это очень интересная вещь, которую в первую очередь отмечают все иностранные эксперты. Ну, и наши, естественно, тоже. Дело в том, что обычная вода на дороге, она, в принципе, и зимой, и летом высыхает достаточно быстро. Ну, то есть, там, полчаса – это нормальное время, не лужи, чтобы высохли, а вот просто влажный асфальт. Да-да-да. Политый обычной солью, вот раствором обычной соли, меньше, чем за час высыхает асфальт. С хлористым кальцием это все дело остается на дороге больше четырех часов. Четыре часа. Это, понимаете, и вот почему наверняка вот многие москвичи, которые ездят каждый год зимой, отмечали, что дорога становится черной от полива этим реагентом, и она остается черной долгое время. Весь день фактически, да, потому что потом еще проезжает машина. И опять все это дело поливает, и ты начинаешь тормозить, и машину несет на этой штуке, работает АБС, и ты едешь как будто по льду. А ведь полив этими реагентами задуман именно для того, чтобы этого не было. Как же так, Юрий Владимирович? Ну, первое, о чем надо сказать, о том, что любой реагент увеличивает тормозной путь. И даже если бы вы эти опыты сделали просто с поваренной солью, все равно тормозной путь бы вырос. Конечно. Но не настолько. Это первое. Второй момент. Вы знаете, все зависит в значительной степени от шероховатости дорожного покрытия. Можно сделать такое покрытие, не можно сделать, просто какой-то процент таких покрытий у нас есть. Когда любой реагент проявляет себя достаточно хорошо. И в то же время есть такие покрытия, где вот эта разница в тормозных путях будет вообще грандиозная. И тут дело в том, что реагент, во-первых, эта жидкость всегда более вязкая, чем вода. Но, как вот показали наши исследования, важна не просто вязкость реагента, а еще важна прочность его пленок. То есть вот, когда реагент отжимается протектором за счет шероховатости, остается тончайшая пленочка. И вот если пленочка эта обладает очень большой прочностью, то шина не в состоянии ее выжать как раз в тех случаях, когда нет вот той микро-шероховатости, о которой я говорил. И тогда коэффициент сцепления, он колоссально снижается. И вот на таких покрытиях как раз мы и фиксируем огромное количество ДТП. А скажите, вот если говорить про дороги в пределах Московской кольцевой, да, то какие у нас покрытия преобладают? Вы знаете, разные. У нас в свое время, когда мы этим плотно занимались, мы выделили шесть видов дорожных покрытий, которые отличались и по шероховатости, макро-шероховатости, и по микро-шероховатости. И мы сделали шесть таких образцов, на которых мы в дальнейшем как раз вот эти реагенты и испытывали. У нас еще в 1978 году, нами же, был разработан уникальный портативный прибор, который позволяет определить коэффициент сцепления, ну, примерно так, как это делает автомобильная шина при торможении. То есть прибор полностью моделирует процесс скольжения колеса по дорожному покрытию. Да, ну, сейчас не время описывать. Этот сейчас прибор является практически основным средством измерения в России скользкости, я имею в виду летней скользкости. Ну, и на нем же, естественно, мы испытываем и реагенты. Он создает, именно моделирует условия скольжения. И сделали такой стенд, который нам давал возможность испытывать реагенты на всех видах дорожного покрытия, которые у нас есть в московском регионе. Здорово. И что? Вот. И мы, естественно, получаем коэффициенты, конкретные коэффициенты сцепления. Второй момент. Уже тоже много лет назад, еще в конце прошлого века, нами было сделано очень большое исследование, в результате которого был получен график в зависимости числа ДТП на миллион проходов автомобиля от коэффициента сцепления. Вот таким образом нами, в конечном счете, была разработана такая очень интересная методика, которая вообще нам дает возможность сегодня ответить на вопрос, а что будет с аварийностью, если мы будем бороться со скользкостью теми или иными средствами. Для ответа на этот вопрос нам нужно в лабораторных условиях сделать 174 опыта с реагентами. Примерно это недели две работы. Недорого. Это можно делать с летом, осенью и зимой, да. И по результатам этих исследований вы получите разницу в цепных качествах между, скажем, эталонным реагентом и тем, который вы хотите использовать на сети дорог. Получив эту разницу по всем видам дорожного покрытия и зная процент распространения этих видов покрытия на сети дорог, скажем, московского региона, мы можем очень точно спрогнозировать рост или, наоборот, снижение аварийности при применении того или иного реагента. И вы это делали? Есть у вас прогнозы? Да. Естественно, мы это делали в 2000-х годах, когда вот только что Москва перешла на эти реагенты. А вас не спрашивали, да, когда переходили? Больше того, сначала нас спрашивали, сначала нас спрашивали. И что вы им говорили? И был нам разработан даже проект договора, есть комитет по науке при мэрии Москвы, вот, по которому мы как раз и должны были эту методику разработать с точки зрения безопасности влияния реагента. Но, понимаете, как только мы стали получать отрицательные результаты, мы, естественно, тут же забили тревогу, после этого, совершенно естественно, с нами перестали сотрудничать. То есть, вообще, это было начало 2000-х? Да, 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 да. Ну, мы эту работу довели до конца, у меня аспиранка Вера Ветрова защитила очень интересную диссертацию по этой тематике, вот, и мы тогда испытывали все реагенты. Потом мы свою теорию проверили на практике, и оказалось, что переход на ХКМ... Хлористый кальций модифицированный. Да, хлористый кальций после поваренной соли привел к росту аварийности на Московской кольцевой дороге в полтора раза. Да, абсолютно. Именно так и произошло. Именно. Потом мы собрали все данные до и после перехода, и оказалось даже несколько больший рост. Ну, да. Несколько больший рост. Почему несколько больший? Мы уже потом поняли, наша методика, она не полностью охватывает все нюансы. Оказывается, реагенты характерны своим последействием. Да. Вот это самое страшное. Да. Когда реагент высыхает, и когда мы работали на натрии, покрытие, если вы помните, было белым. Да. Белым, было белым. А тут оно черное, да? А потом оно стало такое, ну, либо черное, либо серое. Маслеистое такое, ага. Такое, да. И у водителя складывается полное впечатление, что он едет по сухой дороге. Точно. Точно. А на самом деле очень густая пленочка, в которой присутствуют всякие добавки, которые направлены на снижение экологического воздействия реагента. Юрий Владимирович, продолжим после новостей. Говорим про скользкость с Юрием Владимировичем Кузнецовым, профессором МАДИ. Очень интересные вещи он рассказывает. Вкупе с нашим опытом, да, вот мы в авторевью вместе с Алексеем Кубицем, который сейчас в студии, тоже пришли к тем же выводам, что посыпать, поливать дороги хлористым кальцием нельзя. Вот. Оказывается, профессионалы, ученые в МАДИ знали это довольно давно. Но, если у вас есть какие-то вопросы по тому, чем посыпают, чем поливают, звоните, пожалуйста, в студию, телефон 6510996, код город 495, или пишите сообщение на сайт финам.фм. Юрий Владимирович, так вот, получается, что московские власти, вопреки рекомендациям ученых, все-таки перешли... Нет, я бы так не сказал. Дело в том, что я сам видел результаты испытаний этих реагентов новых в Шереметьеве, которые были проведены, где реагент показал, ну, испытывался реагент вот методом тормозного пути, о котором только что вам рассказывали, где реагент показал очень близкие результаты с торможением на поваренной соли. Но, может быть, это была дорога соответствующая, вот вы говорите, да? Надо сказать, что поэтому и пришла потом к нам такая идея, что нельзя так испытывать реагенты. Реагенты надо испытывать на тех дорожных покрытиях, которые на самом деле у нас на дорожной сети московского региона имеются. Имеются. Поэтому до испытаний сначала надо проанализировать, какие дороги, с какой шероховатостью, макро, микро, в каком соотношении имеются. И мы реагенты обязаны испытывать на всех именно образцах, отражающих цепные качества на сети дорог. Ну, естественно, с учетом наших погодных условий. Ну, я еще хочу, вот водители, наверное, нас слушают, обратить внимание водителей вот на что. Вот если реагент очень плохо смывается щетками автомобильными, вот водитель должен знать, что этот реагент очень опасный. Очень опасный. Если его плохо смывает щетка, значит, его очень плохо выжимает и шина, и зона контакта. Это прямая связь между этими процессами. Очень-очень важное замечание. Ну, реагенты, понимаете, вот современные реагенты, они тоже очень разные. Я говорю, не говорю о том, что вот надо отказаться от химии. Нет, от химии совсем отказаться нельзя. Нельзя, нельзя. Конечно. Ну, вот как вы считаете, вот чем и как вообще, потому что это же не только вопрос реагентов, это вопрос некой единой политики, да, как те или иные дороги обслуживать зимой. Ну, вот учитывая международный опыт, скажем, да, вот как вы рекомендовали бы московскому правительству собержать дороги? Чем поливать, чем там, да, обрабатывать и так далее? Ну, вот я думаю, такие интенсивные дороги, как наши автомагистрали, идущие из Москвы, там, Киевское шоссе, Ленинградское шоссе и так далее, конечно, они ни на час не должны эксплуатироваться там со снежным накатом или с кашей, которая имеется. Поэтому, конечно, тут реагенты нужно применять и нужно следить за состоянием. Но я хочу сказать еще раз, что прежде чем что-то на дорогу лить, надо испытать. Надо точно знать, каким результатом это приводит. И во главу угла надо поставить не экологичность там реагента, а прежде всего его влияние на безопасность дорожного движения. Это жизнь, это жизнь, конечно. А что касается вот загородных дорог, ну, по нашему мнению, многие страны так и поступают. При невысоких интенсивностях движения, ну, до полутора тысяч автомобилей в сутки, вполне можно разрешить эксплуатировать дороги со снежным накатом. Ну, это, наверное, это вот так поступают в Финляндии, например, да, когда дорога остается под снегом и льдом всю зиму, и просто идет машина, убирает верхний слой, нарезает. Ухаживает, ухаживает за этим, да. И все, естественно, ездят на хороших зимних покрышках скандинавского типа, которые рассчитаны именно, да. Да, конечно. То есть, опять-таки, имеется единая система дорога, шина, автомобиль. И, вы знаете, интересные наши наблюдения, что при эксплуатации дороги в снежном накате получается снижение, наблюдается снижение аварийности. Знаете почему? Психологически, да? Да, психологически. Мы замеряли скорости движения, и на снежном накате скорость, это максимум 80-85 км в час. Никто не боится 120. Как только покрытие черное, скоростью 120. Ага. Но самое страшное, что водитель на черном покрытии не может своевременно увидеть тонкий ледок. Черный лед, так называемый. Это вообще самое страшное. Ну, и особенно страшные аварии на путепроводах, когда идет обледенение. Перегиб. Наверх выезжаешь, да? Вы знаете, там в чем дело? Там, вот если у вас была очень низкая температура долгое время, там минус 20, минус 30, а потом потеплело до минус 5, минус 10. На путепроводах происходит конденсация влаги. А тогда как дорога, она прогревается геотеплом, и там конденсации нет. То есть на всей дороге будет прекрасное сцепление, зимой минус, дорога чистая, выйти на путепровод, а там тончайшая невидимая глазу пленочка. Очень страшно. Да, если у вас не шипованные шины и высокая скорость, все. Да, да, да. Просто все. Интересно, интересно. А вот, кстати, Илья Владимирович, вопрос. Сейчас в Москве кладут асфальт явно другой, лучший. Вот мне он нравится и по мокрому, и по сухому, да? Вот у него, как мне кажется, структура, вот то, о чем вы говорите, намного лучше. Вот это как-то повлияет сейчас на зимнюю скользкость? Даже при условии полива хлористым кальцием? Вот буквально вчера мы измеряли коэффициент сцепления на такого вида асфальтобетоне. Он отличается повышенной шероховатостью этот асфальтобетон. Водитель даже визуально может видеть эту шероховатость. И мы на мокрой дороге получали коэффициенты 0,45-0,5. Это очень высокие коэффициенты. Хочу сказать, что у нас есть норма для мокрой дороги. Коэффициент сцепления должен быть не ниже 0,3. Вы видите? Тогда как обычный асфальтобетон, даже если это такой многощебенистый асфальтобетон, при сдаче в эксплуатацию нам дает коэффициент 0,3-0,32. И только потом, по мере износа пленочки битума, коэффициент растет до 0,4 примерно. Тогда как вот этот асфальтобетон, там добавки целлюлеза в нем присутствуют, он сразу же нам позволяет создать покрытие 0,45. Здорово. А что будет зимой с ним? Зимой он будет работать в любом случае лучше, чем обычный асфальтобетон. Потому что и зимой ведь сцепление обеспечивается, пусть небольшой, но сухой зоной в контакте шины с дорогой. Сухая зона, она, конечно, обязательно будет. И поскольку покрытие обладает существенно большей макро- и микро-шероховатостью, то коэффициент сцепления на этом самом асфальтобетоне будет существенно выше. То есть можем ли мы ожидать, что в этом сезоне аварийность даже с использованием хлористого кальция модифицированного и других вот этих вот новых, инновационных в кавычках реагентов, будет аварийность все-таки ниже, чем в прошлые годы? Вот в этом я не уверен. Вы знаете, огромная роль, конечно, в погодных условиях. Какая будет погода? Потому что и такой асфальтобетон тоже может быть скользкий. Ну, конечно. И второе, на каком реагенте будет работать мэрия? А мэрия, вы знаете, она проводила с использованием вашего прибора и ваших методик эти испытания? Нет. Единственное испытание мы проводили вот по нашей программе, это к нам, я уже не помню, как ее фамилия даже этого человека, приезжала группа из Татарстана, привозила свои реагенты, и мы для них выполнили такое комплексное исследование, дали свои рекомендации по реагентам, нашли причины снижения цепных качеств на отдельных реагентов. Они были очень благодарны. Для мэрии мы никакого заказа не выполняем. Мы работали, ну, исходя из своей гражданской позиции, поскольку я занимаюсь цепными качествами уже, страшно вымолвить, 67-го года, вот, и испытал более 300 моделей автомобильных шин в сотрудничестве с НИШПом. 45 лет. И хочу сказать, что по сцеплению наши отечественные шины никогда не были хуже, чем Мишлен, Перелли, Донлоп. Вы знаете, я вот вспоминал, у нас был дорожный просвет, посвященный зимним шинам. И я вспоминал, как я, я начинал ездить в 85-м году, у меня была 13-я модель Жигулей, на, естественно, на родных диагональных шинах И-151. Ну, я их испытывал. И я ездил круглый год, и, в общем, ничего страшного. Это Жигулевские шины. Да, диагональные с таким, да, узкие. Именно вот с такой ориентацией пятна контакта старой, да? Да, да, да. И ничего, было не так страшно, как потом я пересел на восьмерку на БЛ-85 радиальных шинах, и они зимой гораздо были хуже уже. Да, да, все так. Так, это вот интересно, все это неспроста. Вот, ну вот, возвращаясь к нынешним реалиям, получается, что по-хорошему, да не по-хорошему, а это, ну, это как бы нормальная, как бы, логика вещей, решать, применять тот или иной антигололедный реагент нужно, естественно, после комплексного научного анализа структуры покрытий на дорогах этого региона, температурных условий, которые у нас очень сложные. У нас же очень много в Москве переходов через ноль. Да, и с ориентацией на продолжительность снегопадов и их интенсивность. Вот в этой нашей модели, прежде чем ее создавать, мы проанализировали три зимних сезона. Какие снегопады, какая интенсивность, какие температуры. И уже исходя из этих результатов, испытывали эти самые реагенты. А в других странах, на самом деле, вот мы с Алексеем очень много обсуждали эту проблему. В других странах есть похожие условия на наши? Канада, может быть, какая-нибудь, так сказать, там, Скандинавия, там, Дания, Норвегия. Потому что у нас все-таки достаточно уникальные условия, учитывая плохое состояние еще наших дорог, да? Ну, во-первых, в других странах такой продолжительной зимы, как правило, нет. Даже в Канаде, да? Нет, ну, где-то там на севере, наверное, есть. В Север, да? В Финляндии есть, естественно. Но в других странах тоже так же борются с зимней скользкостью. Но я думаю, там до ХКМ у них дело не доходит. Только при ледяном дожде, когда надо срочно и очень быстро растопить толстую ледяную пленку на покрытии. А во всех остальных случаях обычная соль. Обычная соль. Вот это удивительно, да? Почему Россия оказалась впереди планеты всей, да? И как бы, да, но это привело совсем не к тем результатам, которым должно было привести. Ну, вот, наверное, поговорим сейчас после очередного выпуска новостей. Но, естественно, у нас есть ответ, как бы, да, на этот вопрос. Дело в том, что все это, все эти, гораздо дороже все эти, да, пока новости. Чем дольше я веду дорожные просветы на Финаме, тем чаще какие-то, вот, казалось бы, обычные прикладные вопросы. Там, какие шины выбрать, чем поливать дороги и так далее. Как избавиться от пробок, тем больше, тем чаще все это дело выводит на какие-то глобальные вопросы, да? Получается, что нельзя решить какие-то локальные вопросы простые без изменения идеологии. Без изменения идеологии процесса принятия решений в той или иной там отрасли, дорожной, автомобильной и так далее. Вот, пожалуйста, сейчас, да, мы говорим о том, чем надо поливать дороги и понимаем, что решать это должны ученые, а не чиновники. Поэтому вот в пору уже провозглашать лозунг «Вся власть ученым». Правда ведь, Юрий Владимирович? Ну, хотелось бы. Хотелось бы, да, потому что мы с вами вот говорили, сейчас обсуждали. Я думаю, мы до этого не доживем, до момента. Ну, что-то делать надо, как-то приближать светлое будущее. Как мне кажется, оно забрежило, потому что у меня в программе дважды был Евгений Михайлов, заместитель Лексутова. Это человек, который занимается там вот сейчас проблемой пробок, платных парковок и так далее. И как раз мне показалось, что вот сейчас эти новые сети-менеджеры, назовем их так, да, если это, они прислушиваются к ученым. И сейчас как раз тот момент, когда можно опять и нужно, как мне кажется, вам о себе напомнить. Потому что сейчас есть шанс, что к вам прислушиваются. Вот хотелось бы, чтобы это было так, да? Ну, вы знаете, я пессимист в этом плане. Потому как, ну, допустим, будет такой лозунг провозглашен. И как будет определяться, кому, значит, дать какую-то тему на разработку? Торгами? Ну, да. И на этом все кончится. На этом все кончится. Выиграет торги тот, кто ничего не знает и ничего не умеет, но даст минимальную цену. Абсолютно точно. Вот на этом все кончится. Абсолютно точно. Система вот этих вот госзакупок и аукционов, да, вот она к этому и приводит. И вот чего не коснись. Вот те же реагенты, да, про которые мы только что говорили. Хлористый кальций модифицированный на сколько дороже, Алексей, обычной соли? В 4-5 раз. В 4-5 раз. Сейчас, соответственно, город из бюджета тратит в 4 раза больше денег. Ну, естественно, это выгоднее и производителям этого реагента, да, который где там, в Перми, да, заводит. Хлористый кальций производит не Пермь, а те, кто были раньше. Просто сейчас история в том, что у нас якобы новая идеология. Мы теперь больше вроде как будем посыпать твердыми реагентами, инновационными, с сомнительными добавками. Какая-то муравьиная кислота там, да? Муравьиная кислота, да, и для тротуаров мраморная крошка. Но дело в том, что из-за этих инновационных добавок реагенты получаются еще в 2 раза дороже, чем хлористый кальций. Абсолютно. И в итоге идеальный вариант с точки зрения безопасности дорожного движения – это обыкновенная соль. Но мы вместо этого используем хлористый кальций и инновационные реагенты и тратим в 10 раз больше денег с очень сомнительным результатом. При том, что не хватает городу на больницы, на дороги и так далее. Транспортный налог нам повысили сейчас. Естественно, естественно. То есть мы все это дело оплачиваем. Какая-то вот, получается, эта вот закольцованная структура, которая идет в разнос, тратится все больше и больше денег совершенно неадекватно. Ну, достаточно сказать, что если еще год назад общая стоимость закупки реагентов составляла 1,2 миллиарда рублей, то в этом году вместе с теми реагентами, которые у нас на тротуарах и во дворах, уже 3,7 миллиарда рублей. Ну да. То есть в 3 раза. Ну вот, мне кажется, что есть все-таки какой-то шанс, что ситуация... Вот я не знаю, я оптимист. Наверное, просто я моложе. Гораздо вас и, да? Надежда умирает последней. Мы тоже надеемся. Питают юноши. Мы продолжаем работать в научном плане, независимо от того, что-то мы выиграли и проиграли. Последнее время, надо сказать, мы почему-то все время проигрываем. Вот. И не только в этой области, но и в других областях дорожной науки, к сожалению. Да, да. Ну, что делать? И очень плохо, что, конечно, молодежи нет, которая приходила бы и воспринимала, перенимала ваш опыт. Вот это очень плохо. Увы, увы. Ну, во-первых, это мы были альтруистами в свое время, а сейчас и молодежь хочет прийти на очень хорошую зарплату. Понимаете? А почему бы не дать эту зарплату молодежи? А мы сегодня эту зарплату дать не можем. Уж не говоря про вас. Да. Вот смотрите, мы сейчас проговорили очень важную вещь, что для того, чтобы аварийность действительно снижалась, есть же федеральная целевая программа по снижению аварийности на дорогах. 100 миллиардов рублей. Да. Вот эти деньги, они, по идее, должны выплачиваться в том числе и в первую очередь ученым, которые должны, которые знают, как все это дело проанализировать и выработать конкретные рекомендации. Мы из этой программы не получили ни копейки. Абсолютно точно. И эта ситуация такая же там, да, и в авиационной промышленности, и в военной, и так далее. Ученые не получают ни гроша. Мы в свое время там, мы писали очень много про автоваз и говорили, что да, там отвратительные машины делают. Потом мы стали общаться с инженерами, вазовцами. Выяснилось, что это очень умные, образованные там люди, которые прекрасно все знают, понимают. И мы говорим, ребят, ну что же вы никак не можете там, да, вот, что у вас коробка передач такая отвратительная? Да мы предлагали еще там фиг знает когда коробку с тросовым приводом. Нам денег не дают. Ни копейки. И вот удивительное, вот куда ни кинь, всюду этот же клин. Ну, вот мы можем, мы журналисты, все, что мы можем, да, просто вот это проговаривать, чтобы вы, дорогие друзья, слушатели, это все слышали, да, чтобы, ну, только в этом, как мне кажется, есть некий шанс того, что ситуация изменится. Опять-таки, смотрите, вот мы все эти годы ездили по хлористому кальцию, мы попадали в аварии, мы пугались, когда тормозной путь оказывался длиннее, чем нужно, но молчали. Да, потому что вот эту тему, там, мы, например, в авторевью стали поднимать только недавно. Вот мне кажется, что надо про это говорить. Ну, со своей стороны, я скажу, мы вот с 2002 года, когда получили уже вот эти страшные результаты, пытались донести до общественности, но у нас ничего не получалось. Все наши заявления вырезались, выбрасывались, весь материал вот остался только в специальной литературе, в журналах, которые никто не читает. Которые никто не читает. Естественно, естественно. Как жаль, что мы с вами так вот поздно начали сотрудничать, да? Ну, сейчас, как бы, да, будьте уверены, что все будет, если нас там не начнут прижимать, да, то мы совершенно, уж в авторевью, да, мы всегда пишем то, что есть. Я хочу сказать, что вот в России, вот нашими стараниями, вот в частности, в моей лаборатории разработан совершенно уникальный проект ГОСТа. Он был разработан уже года три назад. Где впервые, я, по-моему, нет даже ни в одной стране мира, настолько подробно разработанного документа. Где впервые нормирована не только летняя скользкость, она у нас нормирована достаточно давно, тоже нашими стараниями. Но и скользкость на реагентах, и скользкость при снежном накате, то есть минимально допустимые значения коэффициента из условия безопасности дорожного движения. А на снежной каше? Это зимняя скользкость, это называется зимняя скользкость. Есть нормы зимней скользкости, то есть три вида норм. Скользкость летняя, скользкость на реагентах, и скользкость зимняя, снежный накат, обработанный там песком на резкой бороздок и так далее. Вот три года проект ГОСТа без движения лежит. Где лежит? У меня, на компьютере. А кто должен его внедрить? Ну, наверное, Росавтодор должен проявить инициативу его принять, понимаете? И вот этот ГОСТ, он, понимаете, он ставит заслон как раз реагентам, недопустимо скользким. Понимаете, какая штука? Мы нормируем коэффициент сцепления при мокром состоянии, 0,3 значение коэффициента. При реагенте там цифра ниже, 0,25. Если вы сделали недопустимо скользкий реагент, значит, полив этим реагентом, вы уже 0,25 не получите. Вы получите 0,2. Таким образом, нормируя зимнюю скользкость, мы тем самым предъявляем требования к качеству реагента. Но этот ГОСТ надо принять, чтобы он начал работать. И тогда тот, кто реагент выпускает, он, естественно, должен отвечать за его качество с точки зрения сцепления. Ну, самое смешное, что Москва-то Росавтодору совершенно никак не подчиняется, поэтому даже если ГОСТ примут, Москва скажет, что она борется за экологию. Да-да-да. При том, что это уже давно не актуально. А почему не актуально, кстати? Это не актуально, потому что во времена применения обычной соли у нас снег с дорог сваливался на газоны к деревьям, и там до весны лежал, и потом вся эта соль вместе со снегом таяла и в почву впитывалась. Из-за этого почва страдала. Ага. Трихлор. Правильно ведь? Да. Ну, в основном. В основном. Не знаю. Поваренная соль, она тоже имеет свои недостатки. Понимаете, она при отрицательных температурах, низких температурах, она не работает. То есть до 10 градусов вы еще можете бороться, а не дай бог... Но там работают уже зимние шины, которые сейчас уже есть у всех, да, причем, ну, в России там шины скандинавского типа, да, в основном применяются, которые как раз хорошо работают при низких температурах. Жалко, у нас вообще не осталось времени, да, потому что, конечно, дико все интересно это обсуждать. Я думаю, что... Я надеюсь, что мы вернемся к этой теме и постараемся, может быть, организовать обсуждение с теми, может быть, с чиновниками из Росавтодора. Ну, это мечта, но я попробую этого добиться. Спасибо огромное. Юрий Владимирович Кузнецов у нас был в эфире, профессор Мади, и мой коллега Алексей Кобец, журналист Авторевью. Всего хорошего.